Здравствуйте! В эфире «Итоги» в студии Ян Ермишов. В начале коротко о главных темах выпуска. Владимир Путин в 15-й раз провел большую пресс-конференцию. Почти 2000 журналистов приехали в Москву со всей страны и из-за рубежа. Какие вопросы касались Красноярска и что ответил на них президент? В Красноярске завершился дорожный эксперимент. Некоторые улицы две недели убирали без антигололедного реагента. Каков итог и почему красноярские ученые решили изменить формулу Бионорта? В Красноярске почти на неделю раньше обычного срока запустили праздничную иллюминацию и открыление которой елки. Какие световые новинки увидят красноярцы и гости города? В Москве в четверг состоялась уже 15-я по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Традиционно на нее собираются журналисты федеральных, зарубежных и, конечно, региональных СМИ. В этот раз их было рекордное количество – почти 2000 человек. За четыре с лишним часа глава государства ответил примерно на 80 вопросов. Некоторые из них касались и Красноярска. Подробности у Марии Антюшевой. Вам спасибо большое за такой интерес живой к встречам подобного рода. Давайте начнем. Спектр тем, которые поднимают журналисты, невероятно широк. От глобальных проблем геополитики и роли России в мире до проблем обычных людей, живущих в самых разных уголках страны. В зале есть представители и нашего края. Это корреспонденты двух телекомпаний, одна из них – канал Енисей, и редакторы нескольких районных изданий. Красноярск в ходе конференции был упомянут дважды. Первый раз, когда слово дали девушке с табличкой «Сибирь задыхается». Журналистка из Санкт-Петербурга, которая родилась и выросла в Красноярске, спросила президента, когда, наконец, город будет избавлен от смога. По городам, их 12, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе и по Красноярску, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы своего развития. И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать. По такие планы должны быть и по Красноярску. Слова президента об экологии Красноярска уже прокомментировал глава региона Александр Ус. Вообще говоря, национальный проект, касающийся 12 городов, стартовал именно в Красноярске. Но прежде всего, мы сделали очень серьезный шаг в развитии системы мониторинга. И считаем, что эта система является одной из самых современных в стране. Сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники. Идет модернизация технологий, оборудования на красноярских предприятиях в черте города. И в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭС-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем. Второй раз Красноярск упомянули, когда речь зашла о развитии метро в крупных городах. Одна из журналисток попросила президента помочь построить вторую ветку подземки в Екатеринбурге. Владимир Путин заявил, что такие планы в регионах должны реализовываться именно с поддержкой центра. Мы недавно совсем говорили о таких же планах развития метро в Красноярске, где метро просто начали строить, а потом бросили, заморозили. Вот как первый шаг нужно там это сделать. В Министерстве транспорта Края нам сразу же пояснили, на какой стадии сейчас находится проект метро. В данный момент красноярские инженеры ведут геологические изыскания в тех местах, где предполагаются станции подземки. Большая часть точек уже изучена. На следующей неделе, если все нормально, мы зайдем в главгосэкспертизу с первыми документами на проверку и утверждение уже, так скажем, принятых новых технологий по нашему метрополитену. Мы думаем, что к концу следующего года мы получим проект, пройденный главгосэкспертизой, на основании которого уже можно работать с федеральными органами исполнительной власти по выделению средств на начало строительства метрополитена. И еще один вопрос, заданный журналистам из другого региона, напрямую касался нас. Речь шла о чемпионате по волейболу, который должен пройти в 2022 году в 10 городах страны, включая Красноярск. Сейчас судьба этого события под вопросом, ведь Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от большого спорта. Вот что сказал об этом Владимир Путин. ВАДА не запретила проводить эти соревнования. Внимательно, давайте почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Ну, скажем, чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы по футболу, он все равно будет. Я недавно же встречался с руководителем на этой структуре, он прямо сказал, билеты проданы. Все проданы, кто им вернет? ВАДА же деньги за билеты не вернет. Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат, который вы упомянули по волейболу, тоже, скорее всего, пройдет. Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решений арбитражного суда. Также лидер России ответил на вопросы о глобальной мусорной реформе, прошедшей по всей стране, о проблемах системы здравоохранения, об увеличении потока мигрантов из Средней Азии, об отношениях с Зеленским и Трампом. Каждые несколько минут в воздух поднимались сотни табличек с названиями изданий и телекомпаний. В общей сложности спросить президента удалось 56 журналистам. Остальные разъехались домой с надеждой, что повезет в следующем году. Двухнедельный эксперимент с противогололедными смесями в Красноярске окончательно завершился. Напомню, с 20 ноября по 4 декабря улицы Игарского, Белинского, Керенского, а также проспект Свободный посыпали песчано-соляной смесью. Остальные магистрали с высоким трафиком обрабатывали реагентом. Победителем в этом поединке власти признали Бионорд. Судили всего лишь по двум, но, как объяснили специалисты, самым главным критерием. Насколько чистая проезжая часть и уровень безопасности. Так вот, грязи после реагента, по словам специалистов, меньше. Песок же скапливается на обочинах. Кроме того, утверждают в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска, снежный накат на экспериментальных магистралях сохранялся даже после уборки. Несмотря на обработку проезжей части песчано-солевой смесью, оставался снежный накат, что небезопасно для участников дорожного движения. Данная информация подтверждается госавтоинспекцией. Танк на улице Керенского в этот период возросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с плохим сцеплением с дорогой. Однако, по данным синоптиков, в этот период, когда проходил эксперимент, с 20 ноября по 4 декабря, снега было немного. Всего 4 дня уровень осадков был максимум 2 мм. В остальные дни меньше. Это ниже нормы в 10-15 раз. А вот ДТП на улице Керенского, по данным госавтоинспекции, с 20 по 27 ноября было 13. В 2018 году, в ту же неделю, их было 8. Правда, на каких участках улицы Керенского происходили аварии, не уточняется. А все остальное исключительно вопросы технологии уборки. А тут уж скрывать нечего. Чистить проезжую часть с Бионордом действительно к дорожным службам легче. Главное, правильно чистить, говорят эксперты. «Использование реагентов или песко-соляной смеси не исключает из себя необходимость убирать, в принципе, механически, то, что у вас упало снег на дорогу. Просто применение реагента нужно для того, чтобы ваш упавший снег не прикатался и не прилип к дорожной поверхности. Соответственно, если не посыпать противогололедным реагентом, чтобы он потихоньку его держал в таком талом состоянии, то после того, как у вас днем машины проедут и укатают это в НОХА, дорожные службы просто не смогут это чистить. Им придется выводить тяжелую технику, бульдозеры, соответственно, вместе с асфальтом, с разметкой все это дело снимать». Тем временем ученые адаптируют Бионорд под красноярские условия. Они изучат состав противогололедного реагента, его свойства, действия в нашем климате, а также влияние на экологию. Специалисты уже собрали 240 проб с дорог Красноярска и предварительно могут сказать, что смесь ведет себя не совсем так, как заявлено в инструкции. А значит, технологию использования Бионорда тоже нужно корректировать, говорят эксперты. Известно, что в каждом регионе, где применяют подобные реагенты, состав меняют. Это нормальная практика. Исследование продлится год. По итогам производителю рекомендуют красноярскую формулу Бионорда, а дорожникам – идеальную технологию использования. Мы хотим, чтобы в составе смеси были добавки, которые как можно больше позволяли работать солям с точки зрения плавления снежного наката и как можно меньше воздействовали на металл транспортных средств. Мы хотим, чтобы не влияли эти материалы на прилегающие территории, чтобы не угнеталась растительность, чтобы растительный покров даже утилизировал эти соли. К другим темам. Мнение жителей станет одним из главных критериев оценки эффективности работы местных властей. Кроме того, учитывать будут и результаты хозяйственной деятельности муниципальных глав. Об этом на губернаторском совете заявил глава края Александр Ус. Новую систему работы внедрят со следующего года. Итоги будут подводить каждый квартал. Отмечу, что прежде существовала только федеральная система оценки работы власти. Она учитывала в основном экономические достижения районов края. Но порой это была заслуга крупных инвесторов, а не усилия руководителей городов или поселков. Новый подход позволит выяснить, что для своей территории делают именно они, главы муниципалитетов. Власть должна работать не для себя самой, а, извините за пафос, но тем не менее, для людей, которые эту власть формируют. Для того, чтобы люди, народ чувствовал пульс, что называется, нашей работы, и высверяли свои решения именно с мнением людей. Ну, а второй момент, который хотел бы подчеркнуть, понимаете, вот эта система должна нам показать, кто устал, может, ему пора отдохнуть, кто не вписывается в соответствующие реалии современной жизни. А далее выпуски. Заключительная сессия Законодательного собрания Красноярского края и новые центры помощи бизнесу. Продолжим обзор событий за неделю после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. На заключительной в этом году сессии Законодательного собрания края депутаты обсудили более 40 вопросов. Среди них бесплатные лекарства для пациентов-сердечников, поддержка, оленеводство, уменьшение платы за тепло в двух закрытых городах – Железногорске и Солнечном. Традиционно депутаты приняли проект постановления о предложениях правительству. Это рекомендации, на что нужно обратить внимание при будущих корректировках бюджета. В постановление вошли более 120 предложений. В частности, предлагается предусмотреть альтернативные меры социальной поддержки для многодетных семей, провести анализ состояния региональных объектов здравоохранения, чтобы предусмотреть деньги на их капитальный ремонт или реконструкцию. После сессии депутаты поделились, каких результатов им удалось добиться в этом году и какие вопросы, на их взгляд, необходимо рассмотреть в законодательном собрании. Мой, что называется, родной комитет по делам села агропромышленной политики. Мы все вместе совершили большой качественный скачок. У нас впервые за все существование и историю государственной поддержки нашего агропромышленного комплекса объемный составил более 8 миллиардов рублей. Я думаю, это своего рода историческое событие и уверен, что это скажется не только на хозяйствах, на тех получателей этой господдержки, но и на всех жителей села, к сожалению, жизнь которых очень и очень отличается от жителей того же самого города. Мне год показался очень результативным, очень таким насыщенным и наполненным хорошими законопроектами и, к счастью, наполненным и финансовым. Очень хочется, чтобы это продолжалось и в следующем году, чтобы мы могли больше уделять внимание тем программам, которые у нас остаются, пока недостаточно профинансированы. Таких программ действительно много. Ко мне приезжали граждане с Каратузского района, говорят, мы не можем себе взять землю для покоса. По той причине, что мы обращаемся, нам говорят, что земли нет. Мы смотрим, земля есть. Но нам эту землю нет. То есть здесь тоже надо регулировать этот вопрос. Если земля есть и она никем никак не обрабатывается, у кого-то находится в аренде, значит, мы должны законодательно с вами принимать, что два года земля стоит пустая, значит, ее надо изымать и отдавать тем, кто готов работать. А то, получается, земля у нас пустует, и вы около Красноярска это видите. То есть это же такая сложившаяся практика. Человек, который хочет работать, он ее взять не может, где-то там за 50 километров ему готовы ее дать. А человек, который на ней не работает, она ему принадлежит, то есть он на ней ничего не делает и тем самым просто зарастает бурьяном. Эта ситуация тоже неправильная. 100 миллионов на государственную поддержку бизнеса. На этой неделе в Красноярске открылся Центр поддержки предпринимателей для тех, кто хочет открыть собственное предприятие. В рамках нацпроекта «Поддержка предпринимательства» подобные центры планируют открыть и в районах края. Тему продолжит Екатерина Гринаш. Так красиво выглядит процесс приготовления сыра тофу. Это продукты сой. Необычное производство два года назад запустилось в Красноярске. Его основатель Владимир Губин еще недавно стоял за диджейским пультом. А теперь, можно сказать, растет вместе со своим предприятием. Осваивает экономику и дело производства. Вводит все новые рецепты и виды сыров. Сейчас у компании уже несколько десятков заказчиков по всей России. Это и кафе, и сети магазинов. Начинали с частных заказов, работали дома и настраивали бизнес, что называется вручную, методом проб и ошибок. Сейчас Владимир подсчитывает, сколько потерял времени и денег из-за своей неопытности. Интернет достаточно хорошая вещь в плане информации, но она очень разрознена. И не всегда достоверна, потому что иногда в какой-то год что-то может поменяться. Особенно если ты в этой сфере не работал, особенно если ты идешь постепенно. И как таковой формат всех знаний обо всем в одном месте отсутствует. Тебе приходится брать что-то там, что-то там, что-то там. Достаточно тяжело. Чтобы разобраться в законах рынка и предпринимательства, Владимир ходит на курсы, консультируется у опытных коллег и неоднократно обращался к специалистам в разные ведомства. Ездит на тренинги в разные города. Одной из последних была поездка в центр «Мой бизнес» в Новосибирск. Теперь такое же деловое пространство по инициативе властей открылось в Красноярске. Здесь проводятся бесплатные лекции и семинары для бизнесменов. Есть еще и целый комплекс услуг от консультирования до организации рабочих мест. Задача была сделать такую инфраструктуру поддержки предпринимательства, где он может решить все свои вопросы. Он может прийти сюда на стадии бизнес-идеи, ему расскажут, какую организационную форму можно выбрать, какая будет самая удобная для него. Его проконсультируют по выбору вида налогообложения. Его проконсультируют по любым другим вопросам, правовым, юридическим и тем, которые могут возникнуть на этой стадии предпринимателя. В центре работают специалисты разных ведомств, чтобы предприниматель не бегал с бумажками по городу, а прямо здесь мог зарегистрировать предприятие. Консультанты агентства развития бизнеса расскажут о государственной поддержке, на которую может рассчитывать бизнесмен. И помогут оформить документы. Здесь же можно и поработать. В центре обустроены переговорные комнаты и каворкинг, куда можно приглашать первых клиентов, если нет личного офиса. Опытные бизнесмены такой комфорт оценили и говорят, это как раз та поддержка, которой не хватает новичкам. Я начинала свой бизнес 8 лет назад. Я начинала его со своей квартиры. Я начинала с кафе, начинала просто давайте встретимся на улице, либо у вас в офисе. И, конечно, на тот момент мне не хватало таких пространств, где можно было красиво, удобно и функционально все это сделать. Особенно начинающим предпринимателям очень важно, чтобы были первоначальные ресурсы, с которыми он может работать. Сейчас свое дело начинают даже студенты. Власти стараются поддерживать бизнес. Предпринимателям выдают субсидии и гранты. В рамках нацпроекта организуют поездки на выставки в другие города и страны, а также бизнес-встречи предпринимателей с клиентами. Но самое главное, чего не хватает предпринимателям – опыта и знаний. Профессионалов мало. Обычная история выглядит так. Любители начинают какой-то бизнес. И тут дальше два варианта развития событий. Либо они выживают и понимают необходимость обучения, либо они умирают и понимают необходимость обучения. Бесплатное обучение основам бизнеса, субсидии и даже бесплатный офис теперь доступны красноярцам. И для старта в бизнесе этого вполне достаточно. А вот успех будет зависеть уже от самого предпринимателя. О победах. Впервые в истории красноярские КВНщики стали чемпионами высшей лиги клуба веселых и находчивых. Команда Сибирского федерального университета под названием «Такта» вместе с коллективами из других городов выступила в московском зале «Крокус-Сити-Холл» и на глазах у 6 тысяч зрителей одержала победу. Этот коллектив появился 5 лет назад и уже дважды в 17-18 годах выходил в финал высшей лиги. Но первое место покорилось только сейчас. Среди болельщиков в зале был и губернатор Край Александр Ус. Позднее он поделился своими впечатлениями. Это заслуживает самых серьезных оценок. Говорит о том, что и в этой части университет активно работает. Мы должны его ценить, поддерживать и этих ребят тоже. Поскольку такие вещи не происходят на пустом месте. Это отражение общего интеллектуального, если хотите, организационного, общего культурного уровня города Красноярска, Красноярского края, ну и, естественно, Сибирского федерального университета. А далее в выпуске «Почему в Красноярске в полдень перестала стрелять пушка» и какие новинки праздничной иллюминации появились в Крайовом центре. Об этом в следующей части программы. Возвращаемся к итогам. В понедельник в Красноярске прекратились полуденные выстрелы пушки с Караульной горы. Дело в том, что орудию, которому более полувека, потребовался ремонт и его демонтировали. В мэрии сообщили, что гаубицу Д-30 будут осматривать специалисты военно-инженерного института СФУ. Затем начнется ее техобслуживание. Напомню, традиция стрелять из пушки в полдень была заложена в Красноярске в 2001 году. И с тех пор, вот уже 18 лет, ровно в 12 часов дня по всему центру города был слышен звук орудия. Здесь же давали старт всем значимым праздникам. Когда пушку вернут на место, пока не ясно. Пушка, как любое, наверное, техническое сооружение имеет такое свойство изнашиваться. Вот в ходе эксплуатации была выявлена неисправность. Мы решили посмотреть, поизучать это. Сейчас она на регламентных работах. Точные сроки, я знаю, что вас интересуют точные сроки, наверное, обозначить пока невозможно, потому что это будет зависеть от ее состояния. Но как только пушка будет в исправности, она, конечно, вернется на свое место. А вот традиция украшать улицы к Новому году осталась. В этом году иллюминацию и праздничную подсветку включили раньше почти на неделю. Да и многие елочные городки уже работают. Татьяна Потанина прогулялась по Красноярску и расскажет, как изменился город и где можно сделать самые волшебные фотографии. Новые мелодии главных часов в Красноярске официально дан старт новогоднему настроению. Почти на неделю раньше обычного зажглась иллюминация. С 20 декабря по 8 января в праздничном режиме будет работать подсветка мостов и зданий. Особую атмосферу хотят создать в том числе для гостей города, которые совсем скоро приедут на чемпионат России по фигурному катанию. Световое оформление уже стало изюминкой Красноярска. Начало этой традиции заложил в 1996 году еще Петр Пимашков. Тогда центр впервые украсили разноцветными гирляндами. Конечно, мы перенимали опыт со многих городов, не только России. И девиз у нас был «Красноярск – город, город, устремленный в будущее». И, конечно, все, что мы не делали, старались сделать, чтобы действительно было по самым высшим меркам. То, что касается иллюминации Красноярской, она была действительно признана лучшей среди крупных городов Российской Федерации. Перед универсиадой уличную иллюминацию полностью обновили, потратив 145 миллионов рублей. Теперь это не просто разноцветно, а стильно и современно. Свет в последние годы сделали одним из главных элементов городского пространства. Есть и концепция, и правила. Временное оформление согласовывать не надо. Проект постоянной подсветки должны одобрить в мэрии. От чего хотелось бы отказаться у нас в городе? От разных несогласованных решений оформления относительно одного здания. Когда несколько собственников, и каждый украсился совершенно разными вариантами иллюминации, еще это через контроллер, еще все это мерцает, мигает и переливается, и получается хаос. Идеальный вариант – это панорамная подсветка, когда несколько зданий и объектов становятся единой композицией. Яркий пример – «Стрелка». По этому же принципу оформлены общежития СФУ с горнолыжным комплексом «Сопка». Горожане говорят, после заката Красноярск превращается в одну большую фотозону. На улице Дзержинского в центре. Деревья светящиеся. Оперы, балеты, театры там. На фонтанах украшения стоят. В основном здесь центр, конечно, красиво оформлен, то есть со всякими подсветками домов. Район, где театр Пушкина, то есть там красивые дома. В центре города, около мэрии, по набережной, все такое хорошее. В центре еще, на площади революции. Часовня, возле мостов очень красиво. И еще, если раньше засветить старались исключительно центр, то теперь световые акценты появляются и в других районах. В предновогоднем азарте не скупятся и предприниматели. Оформляют пространство стильными инсталляциями и арт-объектами. Вот такие гигантские новогодние шары недавно появились на взлетке. А эти звезды с бульвара на правой убережье засветились в социальных сетях едва ли не каждого красноярца. Я даже сегодня ехала и думала о том, что мы все больше начинаем походить на какой-то столичный город. Мы все больше приближаемся к чему-то современному, европейскому. Это приятно, потому что мы тут где-то вроде в глубинке в Сибири, но люди стремятся к чему-то красивому, качественному. Это инвестиции в настроение, инвестиции в будущее. Инвестировать в настроение в этом году решили даже владельцы городских автобусов, украсив машины гирляндами. Сейчас никто даже не ругается с нами, как заходят, как видят такую красоту. Всем нравится очень, детям особенно, прям не хотят выходить с автобуса. Заходят здесь как в сказки. Всем много благодарностей. Невысокие технологии, конечно, все просто, но очень мило и от души. И это только начало. Апогеи игры света в Красноярске можно будет наблюдать со следующей недели. Когда откроются все елки города. Главное, в Татышев парке зажжется 25 декабря. На этом у меня все. С вами был Ян Гермишов. Всего доброго. До встречи через неделю.